Привет, друзья! С вами Мистер Бритва. И если вы видите этот видеоролик, значит настало время очередного бритвенного обзора. Буду, ребят, сегодня бриться, буду обозревать новинки канала и буду с вами беседовать на бритвенные и околобритвенные темы. Кому интересно, подписывайтесь на канал и присоединяйтесь к моему творчеству. Итак, что касается сегодняшнего видео. Долго думал, что показать, чем воспользоваться, что обозреть. И в итоге родился у меня очень и очень интересный наборчик, который я вам сегодня покажу. Начну с помазка. Помазком сегодня будет вот такой интересный экземпляр из барсука. Плоский, как вы видите, вверх. Размер узла 24 мм. Двухполосный барсучок китайского производства. Ручка синтетическая смола. Ручка барберская. Ручка очень удобная, красивая и элегантная. Вот что из себя представляет помазок по плотности. Но из торца указывается вся необходимая информация производителя. То есть это реквизиты производителя и размер узла. Интересная, ребят, кисть. Очень красивая. Давно не орудовал этим помазком. И вот настало время с него смахнуть пыль. И посмотреть, насколько этот помазок с течением времени стал лучше или хуже. Буду взбивать пену сегодня на лице. И в этом мне будет помогать, помимо помазка, крем от зрителей и подписчиков моего канала. Крем попал ко мне благодаря Алиму Альдарову. За что Алиму огромное спасибо и пламенный привет. Крем True Fit Hill. Вот такой вот, ребят, крем для бритья. Поставляется в пластиковые баночки. Баночка глянцевая. Очень красивая. Очень такая добротная. Очень и очень неплохо выглядящая. С торца ничего нет. А на лицевой стороне все, что было, я вам уже показал. Крем Аутентик номер 10. Насколько я помню, это десятый и последний аромат в линейке кремов от True Fit Hill. Посмотрим сегодня, на что этот крем пригоден. Посмотрим, как он будет работать. И посмотрим вообще, насколько английская классика отличается от других производителей по своему звучанию аромата и по своим рабочим характеристикам. Подбирал под крем лосьон после бритья, либо какой-нибудь крем после бритья. Хотел, чтобы ароматы между собой сочетались и чтобы запах не выбивался. Чтобы, так скажем, линия крема для бритья и линия средства после бритья не конфликтовалась. Чтобы запах от начала до конца был плюс-минус одинаковым. Ничего лучше, чем польский Брутал, я у себя в коллекции не нашел. Это Брутал из серии Классик, лосьон после бритья, недорогая польская классика, которая, в принципе, у меня на вооружении есть, я о которой сегодня также побеседую. Лосьон спиртосодержащий, лосьон с интересным ароматом, но про ароматы и рабочие свойства расскажу чуть позже. Поставляется лосьон вот в такой вот стеклянной упаковке, флакон 100 мл, пластиковая крышка. На флаконе больше ничего из информации не указывается. Вся необходимая информация указывается на вот этой вот коробочке. Это состав, способ применения, адрес, место производства, срок годности и так далее. Ну и последним, последним участником, который я сегодня покажу, будет станочек Франкенштейн. Станок также от зрителей и подписчика канала, от Александра. Александру привет и большое спасибо за возможность показать и попробовать этот станок. Ну и давайте немного про сам станок расскажу. Это Франкенштейн, состоящий из двух частей. Часть номер один это голова из нержавеющей стали от Кристофера Брэдли или как его еще называют Карве. Голова закрытого типа, плита Б. Одна из очень и очень мягких голов данного производителя. Посмотрим, насколько этот мягкий станочек мне сегодня подойдет и понравится. Ну и вторая часть Франкенштейна это ручка от компании ТИБАМ. Это российский артизан, который изготавливает ручки к Т-образным станкам. Ручка выполнена из титана, ручка интересная, цепкая, красивая. В общем, надеюсь, сегодня этот Франкенштейн меня порадует и надеюсь, что сегодня этим Франкенштейном удастся побриться хорошо и эффективно. На этом вступительная часть заканчивается. Пойдемте в ванную комнату. Давайте приступим к самому процессу. Итак, друзья, всем привет из ванной комнаты. Все подготовительные процедуры я уже сделал. Давайте приступать к бритью. Знаю, что у многих из вас остались вопросы после моего вступительного слова, так как на начальном этапе я кое о чем умолчал. О чем же я умолчал? Умолчал о двух моментах. Первый момент это длина моей растительности и о лезвиях, которые сегодня будут использованы мной. Если говорить про длину растительности, то кому интересно, два с половиной дня я не брит. Не два, не три, а ровно два с половиной, потому что так получилось. Помазочек я, ребята, уже оттряхнул. Вот что из себя представляет после замачивания. Сейчас наберу крема и начну бриться. Что касается лезвий, то я устраивал уже опрос на распаковке и говорил о том, что выберу связку станок лезвия по вашему голосованию. Устроил небольшую голосовалку и в голосовании приняло участие два человека. Два человека высказали за одну и ту же связку. Два человека высказались, во-первых, за обзор, в первую очередь, именно этого станка, если говорить про Т-образные бритвенные инструменты. И два человека высказались по поводу связки этого станка с лезвиями Пол Сильвер. Вообще для меня Пол Сильвер на самом деле мягкие лезвия. И плита Б у Кристофера Брэдли, насколько я знаю, очень-очень мягкая. Это связка мягкого лезвия и мягкого станка, но удовольствие, я думаю, что достаточно спорное. Но я решил поэкспериментировать, поэтому сегодня этот станок будет работать именно с лезвием Пол Сильвер. Скажу вам сразу, есть у меня определенные опасения по поводу вообще работы, хорошей, комфортной, эффективной работы мягкого лезвия и мягкого станка. Ну, посмотрим, как это будет, почему бы и нет. Думаю, что и вам, и мне будет интересно. Итак, крем Труфит Хилл, аутентик номер 10. Давайте его откроем и давайте его попробуем. Не знаю, ребят, сколько брать, чтобы и много не было, ну и чтобы и мало не было. Средненькое количество нужно выбрать и нужно это сделать максимально грамотно. Ну, я кончики помазка просто приложил в банку без какого-либо особого усилия. Надеюсь, что этого хватит для сегодняшнего комфортного бритья. Итак, крем Труфит Хилл, помазок от Ядзо Браш, плоский, напоминаю, вверх. Трехдневная, ну, не трехдневная, прошу прощения, двух с половиной дневная щетина. Не трех и не двухдневная. Давайте начинать, давайте пробовать. Разбивать буду на лице. Считаю, что плоскими помазками работать нужно на лице и только на лице. Именно для этого они создавались. И именно в этом заключается вся суть их использования. И все их слабые и сильные стороны раскрываются именно вот при такой работе. В чаше работать с таким помазком не очень удобно и не очень логично. А на лице очень даже ничего. Смочу помазок водичкой, потому что вытрусил из помазка изначально всю влагу. И уже борсучий ворс начинает просто к щекам липнуть. Что касается аромата Truffet Hill. У меня был небольшой опыт с именно этим кремом, но в начале моего бритвенного пути, это был примерно 14-15 года, я покупал баночку такого крема себе в коллекцию, ну, а потом эту баночку крема на что-то обменял с одним из товарищей по цеху. Крем интересный, крем очень и очень неплохой. Крем, по заявлению производителя высшей лиги, ну и крем, соответственно, и в своих компонентах, и в своем ценовом сегменте намекает нам на то, что это топ уровень, что это высший класс. Еще чуть-чуть смочу водой кончики помазка. Вот прям любит этот крем влагу, хоть ты тресни. Так вот, был у меня уже такой крем, пользовался им недолго, обменял с одним из товарищей по цеху, обменял его, потому что чего-то меня в нем не устраивало, и что конкретно я уже там точно не вспомню. Прошло уже около 5-6 лет, поэтому, ребят, прошу прощения, уже точно не упомню, что мне в этом креме не понравилось. В инстаграме, ссылка на мой инстаграм, оставлю под текущим видеороликом, и также под всеми предыдущими видеороликами ссылка на мою страницу в инстаграм есть. В инстаграме есть мои старые фотографии, датированные, опять-таки, 15-16 годом. Для тех, кто не верит, можно убедиться в правоте моих слов. Был у меня этот крем, пользовался им, но чего-то не подружились. Давайте выяснять, почему же он мне тогда не понравился. Возможно, молодой был, зеленый, не понимал еще ничего, и сдуру его обменял. Возможно, были какие-то определенные, так скажем, сильные и слабые стороны этого продукта, которыми я на тот момент не был удовлетворен. Если говорить про аромат, что сухого крема, что готовой пены, могу сказать, что это очень интересный, многогранный аромат, состоящий из микса разнотравья и цветов. Здесь я отчетливо слышу и ветивер, и почули. Очень интересная гармоничность здесь играет лаванда, хорошо чувствуется розмарин и немного цитрусов в послевкусии. Такой достаточно интересный крем, и по своему аромату он очень и очень близко подкрался к не менее известному производителю, к локситану. Кто знает аромат крема локситан с можжевельником, вот очень и очень близко по аромату стоят эти крема. Единственное, что у локситана заявлен можжевельник, но он не очень хорошо чувствуется. А здесь, насколько я понимаю, можжевельника в аромате не заявлено. Он не чувствуется, так же, как и в локситане. Но, тем не менее, что-то у них общее есть, и это очень и очень близко стоящие друг к другу продукты. И по аромату, и по своей престижности, и по своему ценовому уровню. Вообще, Trufit Hill это очень древняя английская компания. Основана она еще в начале 19 века. И вот уже 200 лет, как работает на рынке классического бритья, обеспечивая мужчин по всему миру косметическими средствами, парфюмерией, различными мыльно-рыльными принадлежностями. У них там есть и различные несессоры, и зубные щетки, и зубная паста. В общем, там у них много всего интересного есть. Но основная, так скажем, их специализация, это бритвенная косметика. Официально Trufit Hill является поставщиком косметики для королевского двора. У Trufit Hill много различных наград. У Trufit Hill очень много различных отделений по всему миру. Это их фирменные барбершопы, это их школы, бродобрения, цирюльни. В общем, такая достаточно известная крупная контора, у которой все местами идет хорошо, а местами идет очень и очень плохо. Ну вот, ребят, пена на первый проход. Думаю, что этого более чем хватит для того, чтобы комфортно и эффективно побриться. Давайте приступать к самому процессу. Я сказал не зря про Trufit Hill и не зря про плюсы и минусы компании. Потому что имел, во-первых, лично дело с мылом для бритья Trufit Hill. Покупал его также в 14-15-х годах после приобретения крема. И потом мылил им, этим мылом, руки. Потому что для бритья продукция непригодная. Пена не взбивается до нужной консистенции. Пена нестойкая, пена ободает. В общем, зрелище это очень грустное. Выкидывать все это дело еще грустнее. Поэтому пустил на мытье рук. Бывают в жизни огорчения. И мыло Trufit Hill это как раз таки тот момент, когда... Это не только огорчение, а когда это дорогое огорчение. Очень-очень неприятный осадок до сегодняшнего дня. В голове не укладывается. Как контора с 200-летней историей, со своими регалиями, заслугами, наградами. С тем титулом, который есть у компании. Напомню, это официальный поставщик Королевского двора. Вот имея такой большой послужной список. Но как можно делать такое мыло, которое делают они? Крема у них хорошие. По кремам отзывов восторженных очень много. Крема в принципе у них очень и очень годные для бритья. А вот мыло для бритья в данной компании для бритья не годится. Напишите в комментариях, если у кого-то был опыт с их мылом. И пожалуйста, пишите ваш опыт. То есть, каким он был. Положительным или отрицательным. Будет интересно, думаю, не только мне послушать и почитать ваши комментарии, ваши истории, ваши отзывы. Думаю, что со своей проблемой я не один. Связка. Вот сейчас уже заканчиваю бритье на первом проходе. Связка, станок лезвия получилась неплохая, кстати, получилась. Я думал, все будет намного хуже. А нет, станок бреет. Делает это очень и очень мягко. Но визуально, помимо мягкости, бритье еще и эффективное. Посмотрим, что будет после второго прохода. Но на первом проходе все более-менее неплохо. За счет маленького гапа у этого станка... Ну, гапа это расстояние между нижней плитой и кромкой лезвия. Это я для тех, кто не знает. За счет маленького гапа у этого станка, то есть расстояние между лезвием и плитой небольшое, и станок очень-очень быстро забивается. А с учетом того, что у меня щетина не суточная... ...а щетине два с половиной дня. И за счет того, что пены много и она густая, станок начинает всем этим делом захлебываться. И его нужно тщательно споласкивать. Полоскать станок нужно дольше обычного. И при бритье нужно не делать каких-то длинных проходов, потому что станок забивается в лед и уже перестает брить щетину. Поэтому нужно делать такие небольшие движения. Семенить, так скажем, на одном месте. Чтобы станок брил. Знаю, что у некоторых моторика это позволяет делать. Я с непривычки пока что немного чувствую себя дискомфортно. Первый проход закончен. Ребят, в принципе, пленка на лице сейчас такая, что второй проход можно сделать без дополнительного нанесения пены. Поскольку пены у меня более чем достаточно в помазке, я этого делать не буду. Я сейчас умнуюсь и к бритью вернемся. Могу сказать, что, в принципе, после первого прохода щетина осталась чуть меньше обычного. Несмотря на свою мягкость, связка станок и лезвия оказалась весьма эффективной, что меня не может не радовать. Посмотрим, как будет на втором проходе. Но вот по первому проходу могу сказать, что станок и лезвия приятно удивили. Продолжение следует... Пока еще не нанес свежий слой пены на лицо, займусь приведением висков в порядок. Потому что под слоем пены потом будет это делать некомфортно. И можно снять лишнего. Ребят, неплохо себе показал и станок с лезвием. И крем с помазком. В общем, первый проход был очень и очень хорошим, эффективным и достаточно хорошо запоминающимся. Хочу отдельно остановиться на помазке с плоским верхом. Сказать, что для работы на лице этот помазок очень и очень хорошо подходит. Фишка в том, что у плоского ворса контакт с кожей лица 100%. То есть, когда вы берете помазок с лампочкой, то чтобы работал весь пучок, вам нужно его определенным образом до определенного момента в лицо или в чашу выдавить, чтобы работал весь пучок. Здесь за счет того, что верх плоский, он сразу работает всей своей массой. Это обеспечивает и хороший массаж, и хорошую эффективность, и более быстрое взбивание и приготовление пены. Единственное, что хотелось бы от этого помазка, чтобы пучок был утоплен на полсантиметра ниже. То есть, чтобы он был более жестким и чтобы на лице его работа была более понятной и более информативной. А так, в принципе, за свои деньги, там помазок стоит что-то в уровне 2000 рублей, вместе с доставкой из Китая, за свои деньги помазок очень даже неплохой. В новом своем состоянии он пару волосков отбросил, потом линька прекратилась. Здесь спустя 3 или 5 волосков, и на данный момент могу сказать, что этот помазок очень и очень неплохой. И очень и очень незаслуженно долго он у меня лежал на скамейке запасных. Буду пользоваться им чаще. И при бритье на камеру, и при бритье без камеры, потому что реально плоский верх творит чудеса. Кто не пробовал, обратите на это внимание, у различных производителей есть такая функция. Выбора верха помазка. Думаю, что после круглых узлов, после лампочек, как их называют, такие вот плоские помазки вы для себя откроете по новой. Это вообще другие ощущения, другой уровень. И совершенно иные ощущения при взбивании пены на лице. Я не зря помазок выбрал для работы на лице. Я не ошибся, я молодец. Сам себя не похвалишь, кто же это еще сделает. Итак, друзья, на второй проход пена готова. Снова времени ушло на это чуть дольше обычного. Реально, ребят, обалденный крем, обалденный помазок. Не могу я в таких местах остановиться и не могу в таких моментах пройти мимо такого удовольствия. Итак, второй проход. Шею брею против роста, щеки буду брить поперек. Начали мы с вами разговаривать по поводу TrueFit Hilla. Выяснили, что есть у компании очень много всего. И крема в банках, и крема в тюбиках. Аутентик номер 10, это 10 крем. Соответственно, до 10 крема есть еще 9 различных ароматов. И это, как правило, классические ароматы, основанные на цитрусовых вариантах, на лаванде, на сандалии, на лайме. То есть, это такая достаточно классическая линейка у англичан, из которой ярко выбивается крем сегодняшнего обзора. Он выделяется ярко, потому что смесь трав и цветов вот на данную погоду очень и очень хорошо звучит. Сейчас погода достаточно теплая, но дождливая. И вот эта вот теплая, дождливая погода в совокупности с травами, с растениями, в совокупности с розмарином из этого крема, звучит очень-очень и очень интересно. Это такой весенний-весенний-летний вариант, но на дождливую, ветреную такую погоду. Для зимы аромат легковат, для жаркого лета тоже не совсем то. А вот на дождливую погоду, думаю, что это будет топчик. Я не зря говорил, что были проблемы с выбором лосьона после бритья к этому крему. Немного таких ароматов у меня в коллекции. Я выбирал между лосьоном тюф, в котором также аромат трав очень и очень хорошо чувствуется. И выбирал между лосьоном брутал, который сегодня покажу в конце видеоролика. В общем, как вы поняли, победил брутал. По аромату как раз таки и получилось, что трав, цветов и общие ноты у лосьона брутал оказалось чуть больше, чем у тюфа. Поэтому я его выбрал как более подходящий вариант. На подбородке станку будет чуть-чуть сложнее. Потому что здесь щетина растет под разными углами. Щетина здесь самая жесткая, ее здесь у меня больше всего. Но несмотря на свою мягкость, в принципе, станочек справляется со всем этим делом. Очень необычный баланс головы из нержавеющей стали и титановой ручки. Не было у меня до этого момента возможности познакомиться с титаном. Сейчас наконец-то это произошло. Но я могу сказать, что титан очень увесистый. Я знаю, что он легче нержавейки, но здесь скорее всего он увесистый за счет массивности самой ручки. Именно этот вариант титановой ручки очень увесистый, очень-очень-очень цепкий, очень красивый, удобный. В общем, пока что Франкенштейн очень нравится. И забегая вперед, могу сказать, что задумался о покупке титановой ручки для своих станков. Я не собираюсь там брать 10-20 титановых ручек. У меня, в принципе, большинство станков находится на заводских ручках. Но одну титановую ручку в коллекцию, наверное, прикуплю. Для каких-нибудь тяжелых голов, чтобы перенести вес ручки именно на голову. Потому что титан легче нержавейки. И баланс головы из нержавейки с титановой ручкой вот прям обалденно комфортный. Ребят, мои два стандартных прохода подошли к концу. Все было очень и очень неплохо. Бритье чистое, комфортное, эффективное. Сейчас умоюсь и будем заканчивать. Могу сказать, что все очень и очень неплохо. Итак, друзья. По завершении бритья могу сказать, что побрил себя просто обалденно. Два прохода, связка мягких лезвий и мягкого станка даровали мне обалденные ощущения. Обалденный результат. И в начале видеоролика я скептически отнесся к связке мягких лезвий и мягкого станка. Но по ходу развития сегодняшних событий могу в конце видео сказать, что был неправ. Если кого-то вдруг зацепил или оскорбил, прошу прощения, что сомневался. Бритье получилось прям обалденно. Причем такое мягкое, комфортное, эффективное бритье, что в принципе, думаю, что связка этих лезвий, этого станка, большинству подойдет как ежедневный вариант. Итак, лосьон Брутал серия Классик. Здесь в составе, в принципе, вода, глицерин, ментол есть. Много-много-много всевозможной различной химии. В общем, состав средненький. Процентное соотношение спирта 60% заявлено производителем. Стоимость лосьона небольшая. 200-300 рублей он стоит. Стеклянный, напомню, флакон. Крышка пластиковая. И в моем случае крышка даже чуть-чуть раздолбана. Дозатора здесь как такового нет. Здесь выполнено сужение горлышка. Не знаю, передаст это камера или нет. Но сужено горлышко неплохо, поэтому, в принципе, здесь этого горлышка для дозировки лосьона более чем достаточно. Наносим, растираем. Очень-очень-очень легкое такое пощипывание есть. От спирта. Но так как я побрился хорошо, так как связка станок лезвия были мягкими, в принципе, это пощипывание мгновенно уходит. И лицо начинает охлаждаться за счет ментола в составе. Здесь ментола вот совсем немного, то есть он по шарам не лупит, лицо не замораживает, он чисто чуть-чуть освежит. Совсем чуть-чуть. Такое чувство, что здесь ментола вот маленький такой кристаллик для 2-3-5 минутной свежести. Реально, ребят, по шарам не лупит, не отвлекает от мыслей. И не вызывает анестезию кожи лица. За что отдельное спасибо производителям, потому что я не очень люблю большое содержание ментола в лосьонах, в косметике, поэтому здесь ментола прям в самый раз. По своим рабочим характеристикам лосьон, в принципе, неплохой, но по, так скажем, общим моим впечатлениям, я ему поставлю хорошую крепкую 4. Он не сильно отличается от лосьонов новой зари, он немного подсушивает кожу, недолго держится аромат, поэтому, в принципе, как лосьон, за небольшие деньги лосьон на теплое время года, вполне себе имеет место быть. На зиму я им не пользуюсь, потому что меня сильно сушит. Быстро впитывается, отличный аромат. Это смесь таких достаточно брутальных трав с легкой нотой мужского одеколона. Лосьон быстро впитывается, быстро работает, не оставляет после себя неприятных следов, стоит недорого, в принципе, выглядит упаковка и сам флакон очень-очень неплохо, поэтому хорошая крепкая четверка. Снижу немного за его уходовые свойства, то есть именно за ту сухость, которая у меня возникает после использования лосьона. Ну и аромат полтора-два часа держится. Я люблю, когда лосьон фонит, поэтому также немного снижу оценку и общий балл лосьону 4. Если встретите в продаже именно версию классик, берите вполне достойный вариант за небольшие деньги. Во всяком случае, мне он на теплое время года, повторюсь, нравится, пользуюсь им с удовольствием и обязательно этот флакон добью без особых проблем. По мазку 5. По мазку 5, по всем основным моментам он работает отлично. Выглядит хорошо, пену бьет хорошо, на лице информативен, не линяет, не воняет, ручка удобная, ручка красивая, работает он хорошо, нормально массирует, нормально отдает пену, нормально работает с кожей лица и щетиной, поэтому каких-то у меня вопросов особых к нему нет. Нормальный рабочий помазок за вполне адекватные и вменяемые деньги. Trufit Hill. Trufit Hill Authentic номер 10 крем для бритья. Ребят, это пятерка. По всем фронтам просто обалденно. Хорошо работает, хорошо пенится, хорошо скользит, приятно пахнет. Проблем с использованием не возникло. Все хорошо. Ценник, конечно, чуть завыше, но у компании много регалий, поэтому здесь все соответствует уровню. И, в принципе, я огромную благодарность хочу Алиму Альдарову выразить за знакомство с этим продуктом и за возможность сделать на него обзор. Хорошая крепкая уверенная пятерка, все с лосьоном хорошо. И с кремом, и с лосьоном уже заговариваюсь, простите, ребят. Нужно подводить итоги видео, нужно заканчивать, потому что время поджимает. Ну и в конце связка станок-лезвие это хорошая крепкая пятерка. Мягкая, эффективная, комфортная. В общем, Пол Сильвер с головой Кристофер Брэдли. Плита Б отработали отлично. Станок буду продолжать тестировать. Ну и буду радовать вас новыми обзорами. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч. Всем пока-пока.